Нападение на таджикского мигранта в Петербурге Мэр Ташкента угрожал журналистам расправой Таджикистан Президента Рахмона выдвинули на Нобелевскую премию В Санкт-Петербурге группа молодых людей-националистов Напали в одном из городских парков на таджикского трудового мигранта Об этом сообщает 78РУ со ссылкой на источник в правоохранительных органах Инцидент произошел 4 ноября в парке Екатерингов Как стало известно, шестеро молодых людей угрожали 30-летнему уроженцу Таджикистана Газовым баллончиком и расправой, если тот не уедет на родину Преступников задержали в четверг, 14 ноября Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» Одному из задержанных, которому 17 лет, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу Сейчас он находится в СИЗО Остальным обвиняемым по 15-16 лет Им меру пресечения пока не избирали 16 ноября в узбекском сегменте соцсетей распространилась аудиозапись, на которой мужской голос, похожий на голос главы Ташкента Джахонгира Артык-Ходжаева Высказывает угрозы и оскорбления в адрес журналистов интернет-издания Кун УЗ Зафарбека Солежонова и Баходира Ахмедова Говорит голос на аудиозаписи Я могу так сделать, что вас мало ли они принимают Это я смогу Так могу сделать Ваши родители издевались Я так могу сделать Ваши соседи Я могу это сделать Что, мне трудно, что ли, вас объявить геем Это легко Легко Свобода слова Я за 6 секунд вас посажу на одну такси с геем Говорит на аудиозаписи глава Ташкента Угрожать журналистам на аудиозаписи Хаким Между тем, два журналиста ушли с Кун УЗ А в постах в соцсетях журналисты написали Я не сукин сын и не последняя тварь Мы домашних вкусов! Мы домашних вкусов! Отметим, что это далеко не первый случай, когда чиновник оскорбил, унизил Или угрожал жителям страны и остался не только безнаказанным Но даже продолжает занимать высокопоставленную должность Так, например, в октябре 2018 года произошел инцидент с фермерами, наказанными за невыполнение плана Главным фигурантом в этой истории был заместитель премьер-министра Зуир Мирзаев Фотографии фермеров, стоявших в качестве наказания в Арыке, облетели весь интернет В настоящее время Зуир Мирзаев занимает пост главы Кашкадаринской области Наблюдатель отмечает, что как бы власть Узбекистана не старалась бросать пыль в глаза международного сообщества и своего народа Заявляя о так называемых реформах, на практике мы видим, что кроме сближения с соседними странами Никаких существенных изменений не произошло 15 ноября на мероприятии в честь Дня президента в Институте государственного управления При президенте Таджикистана студент третьего курса Зарина Саидова Из Амдыкана факультета международных отношений Бобо Зада выдвинули президента Мамали Рахмона На соискание Нобелевской премии мира за некие выдающиеся заслуги так называемого лидера нации Об этом пишет новостной портал Ахбор Напомним, президент Рахмон выдвигается на соискание Нобелевской премии мира уже в четвертый раз Со стороны лояльных ему чиновников Однако предыдущие три попытки не увенчались успехом Но, видимо, почитатели Рахмона не собираются сдаваться Отметим, что 67-летний Рахмон руководит Таджикистаном с 1992 года уже в течение 27 лет Рахмон руководит Таджикистан 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 Рахмон руководит Таджикистан